всем привет мои дорогие добро пожаловать на мой канал с вами я катя сегодня я приобрела фиалки не совсем прям такого супер-пупер хорошего качества где приобрела и у кого не буду говорить вот но вот такой например но я так подумала что это хороший повод чтобы снять видео как раз у меня вот таких вот пока нет например на таких фиалках я покажу как привести их в порядок например вот видите листва уже вся старенькая до питания не хватает сейчас я их пересажу омоложу приведу в порядок и а потом естественно отмечу что буду обязательно обрабатывать на всякий случай чтобы не заразилась основная коллекция вот такой экземпляр например n-дюймовочка покажу как вообще привести в порядок данную розетку видно да что не хватало света делаем вывод вытянулись череночки листочки это все нужно убирать какие-то листики я укореню просто поставлю это видео для новичков у меня спрашивают например люди уже не первый раз как вообще что делать и бояться покупать такие например желтые но если очень хочется я например уверена что я смогу спасти данные фиалки и вообще привести их в порядок и просто хочу показать как делаю это я и так как я уже сказала данное видео только лишь для новичков естественно те кто знают те молодцы как всегда итак приступим полностью земельку я буду убирать горшочки потом помою страшного мы люди не гордые буду использовать еще раз ну естественно корни я не буду эти сохранять и вот эти ювене ювенильные листики я их уберу и вообще можно сделать просто обрезать чтобы даже в земле не копаться надо было так и сделать ну ладно так ну смотрим какие листочки даже я не знаю будто на цвести по сорту или нет но ничего я вот так сделала сегодня сделала приняла решение что я куплю эти цветы еще во мне там проснулся супермен который хочет спасти их и привести в порядок и заодно есть что показать снять на видео так мне не нравится лист выбирайте самые лучшие красивые листы которые которые смотрят на вас вы на них на них так ну вообще я бы и вот эти вот сняла просто оставила вот эту штучку может быть я так и сделаю чем меньше листьев тем лучше вот так наверное оставлю вот и все и по старой схеме нужно зачистить вот берете как морковочку нету скальпеля можно взять ножичек здесь просто нужно как бы до смысл счистить к старые чешуйки чтобы они в дальнейшем не загнили и потом у фиалочки вот из стволика пойдут новые корешочки большой пенек тоже не всегда я оставляю иногда оставляю иногда нет но у меня принимается все и с большим пенечком и с маленьким поэтому вот такая получилась у нас фиалочка преображение дальше берем стаканчик вырезаем или там не знаю кто то может быть паяльником красивые отверстие делает я вот так вот фитилек сразу поставлю и вот здесь вот у меня такой контейнер из-под фарша я переложила чтобы большим ведром грунт у меня торф и плюс разрыхлитель использую пенопластовые шарики также можно использовать принципе перлит но мне больше нравится даже вот наверное визуально поливать я не буду потому что я хорошо полила торф так дальше видно сегодня мне опять дочь моя дорогая помогает что благодарю отверстие небольшое делаем и вот так вот вставляем обязательно не заглубив вот точку роста иначе она у нас загниет ну вот какая строптивая фиалка так вот чтобы она не делалась не делалась так поставлю сейчас потом подручными средствами я вот так вот чуть-чуть приминаю сильно грунт я не трамбовую для этого я использую вот эти вот палочки мешалочки очень удобно чтобы листик не мешался все друзья так это у нас была дюймовочка я тут уже подготовила свои бирочки n-дюймовочка сорт вот пожалуйста новая жизнь дана одному сорту в одной розетке остались у нас листы что я буду делать ну например на всякий случай да я всегда ну вот так я под углом немножечко и сильно большие черенки я не оставляю так вот об об иногда я даже могу сделать вот так друзья чтобы иногда есть сорта которые например долго сидят и лист начинает жиреть жиреть я так вот его обрезаю тоже когда-то я увидела на просторах интернета женщина советовала и вы знаете вот на стандартных например фиалках это тоже я делаю можно даже вот так вот ножничками об тоже можно но это вот я на одном покажу эти не буду обрезать ничего не подсушиваю тоже я никогда единственное потом обязательно обработаю насчет обработки входящий не пренебрегайте этим это же кладу торф так палочку я как всегда не взяла вот можно все у нас подручные средства и вот так вот сажаем иногда если прям вообще спешу я же не утрамбовала вот так вот я делаю сейчас я посажу для экономии места потому что мы не нужно уже экономить место я посажу вообще 4 листа в один стаканчик обычно я сажаю по два друг напротив друга но ничего в тесноте да не в обиде на фитиль я не ставлю в тепличке обычно листики так и естественно для листочков я не написал название напишу это потом дабы не задерживать видео дальше вот такой вот сорт или зори они ся его называется ну тоже в грунте не буду я ковыряться просто так возьму и обрежу все все вот эти листья старые закрученные нужно убрать они не нужны они уже отработали свое они только тянут на себя все силы короче не нужны они так ну здесь я тоже буду кардинально не жалеть так какие-то вот листики закручены может быть я вот эти оставлю конечно же я всегда один но какой-нибудь цветочек я убираю я вижу что все прошло цветет по сорту так сейчас я тут сформулирую 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 смотрю чтобы вот так серединка у нас идет эти два листика эти какие еще оторвать оставить оторвать ладно эти оставлю жалко хотя можно было оторвать и тоже зачищаю до светлого так нравится мне по наверное вообще поменьше сделаю тут все дело ничего на растет такая прелесть получается ну и все по старой схеме петелек такой капроновый ну я всегда синтетические использую когда колготки парят я вот не утрамбовываю даже немножечко могу такой вот холмик как бы да но все равно потом грунт то сядет чтобы розетка не углубилась и не загнила так и по центру хотя тут листья конечно же немножечко и просто так прикладываю я не буду туда ее вот я просто вот так вот ставлю и фиксирую сильно ее туда не без фанатизма так между листочками ну еще пожалуй чтобы уж наверняка и обязательно в тепличку обязательно так где у меня тут от нее название вот леза ой все пока не поваляешь не испокоишься лезу рянеся его сорт называется красивая фиалочка так получилось у нас омолодили дальше вот такой сорт макс пицца пицциката такой малюсенький он там где то и я чувствую что я уже листик бахнула 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 да он такой тут нежный нежный такс тут тоже я сейчас вот так ноготком возьму торгу да и все все прям еле дышит такс вот эти все листики я уберу так ну получится вообще малыш малыш не вот это я тоже уберу может посажу может быть нет посмотрю пока листочки в принципе поняли да на одном примере потом я их укореню есть такая ювелирная работа конечно ну кто в теме кому нравится вообще фиалки мини фиалки тот поймет что это своего рода такая медитация все малярочка я вам еще и насыпаю вообще не буду трамбовывать ну и углы- углы-углублят тоже не буду в этот стаканчик на поверхности вообще на так это чуть у меня в торфе заблудился палочка блудилась так большое отверстие не тело так по центру прям сели и легонечко нежный нежный так чуть-чуть по бокам ну это конечно вообще совсем такой малышок как деточка так в принципе таким же способом я и детки когда от листа отделяют точно также сажают корешочки все новенькие сейчас я просто так чуть зафиксирую чтобы он держался ничего отойдет как это жить захочет отойдет все будет хорошо а мы с вами потом там через месяцок посмотрим итог наших стараний такс и сорту так называются с моими грязными пальцами макс пицца пиццикат можете загуглить посмотреть как цветет растение дальше вот такая фиалочка с эль чебурашка листики тоже вот здесь вот не хватает питания уже давным-давно можно пересадить опять эту землю но я щас хочу чуть-чуть чтобы освободить столик ну видно что земля пересушенная и корни там естественно уже нехорошие высохшие видите они должны быть беленькие здоровенькие от этих листиков ну нужно будет избавиться сделать розеточку поменьше ничего на все нарастет такс и вот это тоже нужно все убрать иногда и ноготочки в помощь тоже приходят если надо таким образом тоже зачищается все здесь такой маленький столик наверное я и оставлю чуть-чуть так вот все вот это вот посажу такая вот чебурашечка так так получается и тоже по центру стараемся сильно я не буду тоже углублять но зафиксировать обязательно нужно так удобно так сэль чебурашка и название сорта вот готова пусть растет живет и радует потом своим цветением давайте вот эту вот неваляшку тоже пересадим денджерас сорт я уж не помню как кто селекционер надо потом посмотреть в интернете сарана или кто-то другой поэтому не знаю может быть когда буду редактировать видео вставлю картиночку ну тоже здесь уже елочка это все старые листики вот такая по листу идет розовая вриегатность у нее ну это уже старые листики их прям вот но не жалея все нужно убрать прямо так кардинально цветонос я тоже убираю так он легко убирается в бок об и все так листики эти можно 4 штучки и укоренить почему нет на всякий случай мало на что так это я тоже уберу листы и вообще чем меньше листов тем быстрее и лучше она приживется ну я оставлю вот такую вот розеточку пусть будет ну и света видно да что ей не хватает у нее тянутся вверх листики в принципе тут я заболеваний то таких не вижу паутинного клеща там но все равно я обязательно обработаю доверяем проверяя и так и так же как морковку то тут лист не знаю лишний здесь так смотрим чтобы никаких тут шелушинок не оставалось ну вот теперь я так и слышу как эта фиалочка говорит наконец таки ура так легко ей стало так хорошо но это опять же я так предположение так накладываю делаю небольшую горочку такую часть символически и просто вот так вот я кладу и чуть-чуть приминаю капельку чтобы этот вот стволик он заглубился и все точку роста у нас на поверхности и фиксирую все это дело чтобы наша фиалочка никуда не убежала там уже сами смотрите сколько нужно будет этих палочек для того чтобы она никуда не убежала вот здесь по бокам можно чуть-чуть вот так вот притрамбовать чуть-чуть так ровненько ровненько название сорта готова так ну все таки я посажу еще вот эти листочки тоже на камеру так тоже у меня тут 4 листика я уже их обрезала чтобы они были ну не с длинными черенками и вот так хоп хоп и название тоже хоп все готово тепличку вот такой сорт называется веслейс худо что ли вот так вот при вот полное название приезд с еще хорошая деточка но мне не нравится что она вот там где-то вдалеке здесь вот ржавчинка видите немножечко на листике видно не знаю самое главное серединочки чтобы и глубоко так глубоко она посажена да и большой этот стакан земля мне что-то ну хотя корешочки да там видите еще живенькие есть но я это все делаю конечно тоже переукореню я вообще стараюсь все детки которые я покупаю получаю сразу переукоренять эти все отлетело очень просто что я хочу добраться до этого на столик корешочки убираем этот листик какой-то попорченный я его тоже уберу ну розеточка не ровненькая понятное дело это листик тоже я уберу это тоже наверное это тоже это здесь вот тоже какая-то непонятная мне я тоже это уберу так ну этот наверное оставлю весь его в земле испачкала так так и аккуратненько тоже здесь зачищаю и все конечно в земле все запачкала обновлю сейчас только чем все у меня все устраивает и все-таки я надломил этот листик ладно прости меня так также насыпаю земельку я даже переборщила с водой поливая торф переувлажненный грунт он должен быть вообще более рассыпчатый но я понимаю что я делаю поэтому ничего страшного потом когда подсохнет немного я пролью водичкой с превикуром может быть еще добавлю либо фитоспорином можно добавлю еще может быть hb101 препарат хороший так вроде бы устойчивая в принципе вот с этой стороны все ничего это все осыпется самое главное чтобы она принялась и села там немножечко пробел землей так все вот такая красота меня устраивает дальше вот такая фиалочка называется она рококо виол тоже она углублена и питание мне кажется не хватает поэтому также все делаем по старой схеме листик убираю желтый этот тоже это тоже так смотрим розеточку ровно неровно тоже какой-то мне не нравится лист пожалуй оставлю и так зачищаем не боимся ничего ой улетела все здесь практически стволик то и нету пумпочка 1 листики желтый я тоже не буду размножать палочки но также по центру я так и и ставлю немножечко хоп присаживаю на место и фиксирую на всех сторон потом она корешочки даст укрепиться стаканчики и уже будет сама держаться можно будет убирать так это у нас рококо виол вот такой сорт замечательно готова такая вот тоже деточка н сонная лощина называется сорт тоже мышцы и освободим стаканчиком и переукореним здесь вот смотрите какой большой черенок это значит получается вряд ли вот эти вот эти все старенькие мертвые корни вот эти вот листики которые были когда то оторваны все это надо зачистить до зеленого цвета вот эти чешуйки старенькие вот так вот я отрежу это дело посмотрю наверное этот листик я тоже уберу вот этот уберу и вот этот уберу нижний все эти оставлю и везде я убирала листья так видно тоже надо зачистить это может быть из нас срезать ну все вроде бы чистенько тут ступеньку сейчас я уберу все готово так этот листик более центральный стук поправлю сажаем 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 а еще не определилась какой я их наизусть все не помню название инсект аккрицид выберу какой нибудь два в одном и обработку сделаю ну естественно уберу на карантин подальше от основной коллекции осторожность не помешает и еще наверно с этой стороны укреплю ее так посмотрим здесь чуть-чуть так помогаем себе немножечко так это у нас сонная лощина n n сонная лощина вот по цветению в интернете мне понравилось дальше джоли воу вот такой вот или вау тоже освобождаем это все дело чуть-чуть я и растормошу чтобы за запасом оставить я лучше потом лишнее отрежу все это выкидываем это нам не надо дальше кстати вот все листья убираем здесь вот тут только вкусно то ли и еще что то освобождаем убираем лишние листочки такс ну тоже большая розетка это тоже все наверное я уберу джоли воу какие то не знаю страшные листья рассматриваю буду я ну ладно два листа оставлю хорошо жадина я на листы иногда жалко выкидывать я бы этот оторвала но я его оставлю такс пускай останется листик также зачищаем и вот такой вот черешочек вставляем все полуфабрикат готов сейчас еще листики сразу отрежу чтобы к этому не возвращаться вот так под наклоном хоп и хоп все готово так стаканчик петелек стаканчик петелек стаканчик петелек покажем все как обычно все еще надо красота чуть-чуть вот так это все и происходит ничего страшного все элементарные просто так получился сорт у нас и листики от него две штуки надо да признаюсь грунт перелила знаю ну это не первый раз я думаю последний все живы пока так дубль потом подпишу этих и самое интересное на последок ту в клевер гел гел листва здесь как вы видите и она эта розетка уже как елочка стала то есть там пасынки получаются сейчас я обрежу чтобы корни не мешались вот такая елочка листики вот такие страшненькие убираем здесь то ли кто то поел то ли кто то то ли механический нет но эти листочки убираем точно еще знаете бывает клещ всякий плоскотелка сейчас мне тут фитиль но не спешим рассматриваем тут еще такое гел листва и находим например вот розеточка видите маленькая серединочка так где у нас еще вот тоже все две точно нашла вот этот лист вообще прям мне мешается вот так мы его уберем нормально может укореним может быть так я вижу вот видите вот растет растение и вот растет растение видно там на камеру может поближе жалко у меня макро нет съемки на телефоне вот в принципе можно отсоединить в этих случаях я вот беру такая вот под ногтями вообще ужас ну ладно работаем землей все люди понятливые я обычно такой палочкой пасынки удобно убирать мне очень нравится близковыривать их эти пасынки можно конечно и сейчас посмотрим должен отвалиться по идее один готов потом зачистим сейчас ищем еще один такс и причем я специально такую елочку взяла потому что я заметила что можно получить три растения ну или два или три так этот большой лист убираем здесь маленький листик тоже убираем ладно сейчас мы с этим еще разберемся ну вот еще замечательная пасыночек получается вот так сейчас я отрежу эту кучерыжку поменьше вот такие вот малявочки у нас получились детулечки такс зачищаем ну это да ювелирная такая работа зачищаем все сейчас посадим в один стаканчик наверное две посажу отдельно или по бокам не знаю сейчас у меня где-то у меня где-то были плоские стакан ну не стаканчики а там чего-то типа как от соевого соуса у него он по диаметру вроде такой большой и без конуса прямой контейнерик вот такая малышня получилось три растения тут листик вроде бы хороший вроде вниз куда-то смотрит если я его уберу не знаю и вот так зачищаем бывает что стволик то и нет особо ничего мы так просто посадим и все так ну да это в один стаканчик надо посадить в отдельный фитиль заранее я все листики я выращиваю не на фитиле просто в тепличке поэтому ну как бы фитиль и не втыкаю так ну и все сейчас мы вот эту малышку сюда поселим а вот эту малышку сюда а потом подрастет корешочки даст и я уже посажу по отдельности их разъединил я так практикую иногда это опять же для места да и этот стакан например для вот этой малышки пока большеват будет так вот аккуратненько пофиксирую потому что они такие малыши не устойчивые а им помощь тоже надо ну все она мне кажется стоит так этой палочкой тоже кстати удобно тут убираем чтоб точку роста ничего влага ага куда ты хочешь убежать так так здесь смотрим вот эта палочка очень-очень удобно я что-то ее сразу забыла принести вот так вот какая красота ну все вот эту малышку вот эту малышку я уже тогда за кадром посажу дорогие мои потому что сейчас за стаканом надо бежать в принципе все понятно да я нас насыплю так же грунта просто так сверху приложу этими зафиксирую палочками шпажками и все будет замечательно вот такая у нас красота получилась дорогие мои надеюсь все понятно если что-то непонятно также существует обратная связь пишите я обязательно на все интересующие вопросы отвечу сейчас эти красавчики фиалочки пойдут в тепличку как я уже на десять раз сказала я их обработаю и все будут они стоять отпускать свои корешочки листики давать новую жизнь деткам и будет им счастье потом попозже я вам покажу вообще да результат наших трудов а вас я благодарю за просмотр ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал я всем желаю всех благ здоровья до скорых встреч пока ваша Катя